Еще хочу вам показать новинку 2023 года, это набор ножей, специфический набор ножей, подставка выполнена из дуба, массивная, подставка полностью изготовлена из дуба, состоит из четырех ножей, набор как бы называется, это израильский набор, в Израиле ножами пользуются только такого типа, которые не имеют острых окончаний, у них практически угол 90 составляет 90 градусов, но они различаются только по длине, от 150 миллиметров до 350 миллиметров длиной лезвия, ну вы там в Израиле не найдете ножей, которые имеют европейскую форму или японскую форму ножей с острым концом, Эти ножи выполнены из стали ШХ-15, твердость их составляет 60 единиц по роквеллу, этот из них самый длинный, 25 сантиметров составляет длина лезвия, и арбуз порезать, и пошинковать, это не топорик, а это нож, и работать им одно удовольствие, Почему? Потому что здесь заточка во всех ножах, бритвенная заточка, а в Израиле любят ножи острые, а бритвенная заточка обеспечивает остроту лезвия, Видите, это уже не нож, а как бы израильский топорик разделочный, толщина его лезвия составляет 7 миллиметров, вес его составляет 1 килограмм, Это такой топорик, который разрубит любую курицу, даже не применяя большое усилие, достаточно просто опустить этот топор-нож, и курица будет разделана на мелкие кусочки, Он очень прочный, крепкий, ручка на эпоксидке, ручки здесь сделаны из бука, и также посажены на эпоксидку, все, вот пожалуйста, и нож, и топор, как хотите, так, ну он называется израильский топорик, Вот поменьше, третий нож, длина его лезвия составляет 20 сантиметров, хлеб порезать, как бы, нарезку какую-то сделать, толщина его составляет 4 миллиметра, В Израиле любят ножи толстые и острые, там не любят ножей тонких, которые используют европейцы, И четвертый ножик, который длиной 160 миллиметров, тоже служит и как нож, и как мини топорик, где-то, где усилие нужно применять чуть поменьше, где-то что-то, какую-то разделку сделать рыбы, скорее всего, как бы, женский вариант, Это больше для мужчин, а вот это больше для женщин, как бы, получается, ну вот такой здесь четвертый ножик, вот, пожалуйста, проставочки с нержавейки, чтобы конструкция была прочной, надежной, покрыта специальным лаком, чтобы дерево имело какую-то защиту.